Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами просто великолепным рецептом. Только от одного перечня продуктов его хочется приготовить и попробовать. Сочетание удивительное. Печеные овощи с добавлением творога и чесночка. Это просто великолепный вариант баклажанового паштета. Уверяю вас, такой паштет вы точно еще не пробовали. А если приготовите раз, будете делать очень часто. Это просто отличный вариант как перекуса, так и дополнения к любому мясу или рыбе. Все готовится предельно просто и быстро, из самых доступных продуктов. Если вы какие любите готовить и часто ищете что-то новенькое и оригинальное, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Для паштета я взяла два средних баклажана. Их общий вес 500 граммов. Я специально не обрезала корешки в баклажанах, так как буду запекать их целиком. Просто обожаю печеные баклажаны. Это неимоверно вкусно и очень полезно. Также мне понадобится один большой сладкий перец. Его я также не очищала. Перец, как и баклажаны, буду запекать целиком. Вес такого перца в неочищенном виде 220 граммов. Для того, чтобы баклажаны лучше пропеклись, я в каждом сделаю небольшой надрез по всей длине. Надрезаю не насквозь, а только лишь слегка, чтобы баклажаны лучше и быстрее пропекались. Как вы понимаете, надрезать нужно оба баклажана. А вот перец резать не нужно. Его я лишь слегка взбрызну любым растительным маслом. Поливаю только перец. Баклажаны остаются без масла. Духовку я уже разогрела до 240 градусов. Буду запекать баклажаны около 40 минут. А вот перец достану немножечко раньше. Он будет готов через 20 минут. По истечении 20 минут перчик я достала, так как он уже готов. Кожица сверху подрумянилась, в том числе за счет того, что ее взбрызнула я маслом. Обратите внимание, еще горячий перец кладу в миску и накрываю крышкой, чтобы он парился. Так перец можно будет очистить без труда. Также его можно положить в полиэтиленовый пакет и оставить на 10-15 минут. Он потом тоже хорошо очистится. Как вы понимаете, баклажаны еще будут допекать около 20 минут. И вот по прошествии 40 минут со старта запекания баклажаны готовы. Если вы видите, что они обмякли, можно смело доставать их из духовки. Их я так же, как и перец, выкладываю в миску и накрываю крышкой, чтобы они хорошенечко пропарились под ней. После этого баклажаны можно будет легко очистить. Ну вот, овощи остыли, теперь их можно очищать. Как вы видите, перчик после того, как полежал под крышкой и пропарился, очень легко очищается от шкурки. Она просто великолепно отходит. Убираю семена, а сам перец, немножечко измельчив, кладу в удобную посуду. Не обязательно брать для рецепта именно красный перец, подойдет любой другой сладкий и даже белозерка, почему бы и нет. Баклажанчик можно очистить с помощью ложки, к примеру. Так как он очень мягкий, это не составит никакого труда. Нужно просто вынуть всю мякоть, а шкурку оставить. А еще можно очистить баклажан так же, как и перец, просто снимая шкурку. Смотрите, как вам удобнее. В любом случае нам для паштета нужна мякоть печеного баклажана. И вот подготовленная мякоть отправляется к перцу. Теперь в миску к овощам добавляю один брикет творога. У меня упаковка 180 граммов. Также подойдет и 200-граммовый пакет. Затем пропускаю через пресс 3-4 зубчика чесночка. У меня они очень маленькие, поэтому взяла 5. Здесь опять-таки нужно ориентироваться на свой вкус. Кто-то любит побольше чесночка, а кто-то поменьше. Добавляю к паштету 1 чайную ложку соли без горки. И, конечно же, немножко молотого перца. Здесь также ориентируйтесь по своему вкусу. У меня приблизительно треть чайной ложки. Теперь вооружаюсь погружным блендером и взбиваю все ингредиенты до однородности, до консистенции паштета. Безусловно, прекрасно подойдет к такому паштету свежая зелень, к примеру, петрушка. Но у меня сегодня, к сожалению, ее не оказалось, поэтому готовлю паштет без зелени. Что касается творога, я сегодня использую для паштета творог 5% жирности, но это абсолютно не принципиально. Подойдет любая жирность. Ну вот, все очень быстро и просто. Наш паштет готов. Друзья, получается просто восхитительный, ароматный, что немаловажно, нежирный паштет из баклажанов. Такая вкусная закуска не оставит равнодушным никого. Я обычно люблю взять такой паштет и намазать на кусочек черного хлебушка. Мне кажется, ничего вкуснее не бывает. Также такой паштет, как я уже и говорила, великолепно подойдет к кусочку какого-то куриного или любого другого мяса или рыбы. Хранить такой паштет можно в обычной банке с крышкой или в контейнере с крышкой в холодильнике до 3-4 дней. Сейчас бы еще немножечко зелени к нему. Я вам очень рекомендую попробовать вот такую вкусную вещь. Уверена, вы будете в восторге. Калорийность такого паштета я уже указала в описании под видео, как и перечень всех ингредиентов, которые понадобились для этого рецепта. Друзья, мне будет очень приятно, если вам понравилось такое видео и этот мой рецепт паштета. Оцените его лайком и напишите мне комментарий, как вы готовите такой паштет. Мне будет очень-очень интересно и приятно. От всей души хочу пожелать вам стройной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами. Увидимся в следующем видео.